Доброго времени суток, дамы и господа! Друзья, имею честь предложить вашему вниманию к рассмотрению сентиляционный радиометр поясковый SRP88, серийный номер прибора 4615-4615, год выпуска 1991. Итак, друзья, в вашем распоряжении будет непосредственно данный радиометр с серийным номером, а также ремень для ношения прибора с металлическими карабинами, вот с такими карабинчиками, оригинальный заводской деревянный ящик, который в силу громоздкости не демонстрируется, но тем не менее он есть в наличии, и также полный комплект документов в электронном виде, а именно инструкция по эксплуатации, паспорт для данного прибора и альбом сборочных схем, чертежей и перечня элементов. Друзья, давайте теперь перейдем к тесту работоспособности данного устройства. Включаем прибор. В режиме BAT стрелка прибора показывает напряжение на элементах питания, цифровое табло сразу же переходит в режим счета. Как мы видим, по отклонению стрелки микроамперметра питание в норме, поэтому можно перейти в режим измерения. Перехожу я в режим измерения. Первое измерение, скорее всего, проигнорирую, поскольку не знаю, в какой фазе цикла я переключился в этот режим, и поэтому буду считывать показания с второго измерения. Итак, поехали. Попрошу обратить ваше внимание, что поскольку мы находимся в поддиапазоне до 0,1, то показания цифрового табло будут полностью коррелировать с показаниями стрелочного табло. Первое показание у нас порядка 36 импульсов. Давайте подождем еще несколько показаний. Стрелочка прибора, как вы видите, колеблется около отметки в 40, то есть здесь, скорее всего, 40 с чем-то, или же до 40. 38 импульсов – это второе показание. Давайте для общей статистики еще подождем одного показания. Вот чуть-чуть не доходит до 40. Стрелочка микроамперметра. Итак, третье показание 37. Судя по тому, что в источнике ионизирующего излучения в блок детектирования не уютнуты, такой радиационный фон в месте проведения видеосъемки. Вы можете вычислить среднее арифметическое. Перевожу теперь радиометр в режим 2. В режиме 2 это 20% порог от чего? От поддиапазона 0,1. Соответственно, будет срабатывать звуковая сигнализация, поскольку у нас порядка 40 импульсов. Перевожу теперь радиометр в режим 4. В режим 4 это 40% уже порог от этого поддиапазона. Соответственно, звуковая сигнализация будет срабатывать в лишь те секунды, когда стрелочка превышает отметку 4. Соответственно, будет срабатывать непостоянно. То есть здесь 40% порог не достигается в общем. 80% порог от поддиапазона 0,1,10, прошу прощения, естественно, тоже не досягается. И в режиме 0, в режиме так называемой трещотки, будет озвучиваться фиксация каждого гамма-кванта. Озвучать это будет примерно вот так вот. Характерный треск, который свидетельствует по интенсивности этого треска, можно сделать выводы об активности того-либо иного объекта. Переводим мы радиометр в режим измерения, поскольку в режиме 2, 4, 8 нам неинтересны. И проведем тест работоспособности устройства на источнике ионизирующего излучения. В качестве источника ионизирующего излучения вот здесь я использую вот такой вот компас Адрианова со светомассой постоянного действия. Поставив этот компас на достаточно почтительном расстоянии, вы видите, что динамика увеличения показаний сразу же мгновенно увеличилась. И стрелочка прибора уже близится к концу правого диапазона. Если я приближу, то, соответственно, прибор мгновенно среагирует на такой источник. Убрав этот источник на достаточно почтительное расстояние, как видите, показания прибора... Так, вот так вот, наверное, видно, как... Показания прибора сразу же возвращаются к фоновым порядком 38 импульсам. Вот я по стрелочке сужу. Приблизив прибор к блоку детектирования, мы видим сразу же мгновенное реагирование прибора на данный радиоактивный артефакт. Итак, друзья, теперь мы проверили основные режимы прибора, посмотрели, как он работает на контрольном источнике. Осталось нам выключить прибор и осмотреть его внешне. Я буду подносить прибор к видеокамере. Вы можете ставить видео на паузу и рассматривать все в деталях. Если исключить локальное загрязнение фронтальной панели, то фронтальная панель находится в отличном состоянии. Ручки переключения поддиапазонов, ручки переключения режимов, режимов, как вы видите, механических повреждений не имеют, находятся в отличном состоянии. Вид с фронта, вид сверху. По верхнему виду мы видим, что локально повреждено лакокрасочное покрытие на знаке радиационной безопасности. И если посмотреть, то локально отсутствует лакокрасочное покрытие на верхней грани. Вид сбоку. Лакокрасочное покрытие, как вы видите, везде присутствует. Вид снизу. Лакокрасочное покрытие в отличном состоянии. Серийный номер прибора 4615. Вид со стороны крепления блока детектирования. И вид со стороны батарейного отсека. Как вы видите, лакокрасочное покрытие везде присутствует. Итак, давайте по шнуру пройдемся. Растягивая шнур, показывая, что шнур свои физические характеристики не утратил. Он также возвращается в первоначальный вид. И по шнуру мы приходим к блоку детектирования. Блок детектирования выполнен в виде вот такой вот пистолетной рукояти. Можно отпустить блок детектирования, вытянуть его на любую удобную и комфортную вам длину. И пользоваться прибором вот таким вот образом. Присутствует резиновый защитный колпак. Гильза блока детектирования, как вы видите, тоже находится в хорошем состоянии. Итак, друзья, если вам интересен вот такой вот SRP88, и вы захотите его приобрести, то вы можете контактировать со мной. Контакты вы можете найти в описании к данному видеоролику. Всех остальных я благодарю за внимание. И предупреждаю, друзья, пожалуйста, будьте осторожны с источниками ионизирующих излучений. До новых встреч, друзья. Будьте здоровы. Будьте здоровы.